Роттер! 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 После неудачи в кубковом поединке Роттер принимал на своем поле другой московский клуб «Динамо». Обе команды в этом матче делали ставку только на победу, но в итоге встреча закончилась с результатом, не удовлетворившим ни хозяев, ни гостей. У «Динамовцев» в этом году, судя по первым турам, серьезные проблемы во всех линиях, в том числе и в обороне. Практически в каждом матче команда пропускает по мячу, и в Волгограде вряд ли могла отстоять свои ворота в неприкосновенности, так считали многие. Но в полузащите и нападении дело обстоит еще хуже. Никак не может открыть счет своим голам в нынешнем первенстве главный бомбардир москвичей Олег Терехин. В этом матче он, правда, забил красивый мяч в падении головой, но судья справедливо отменил его из-за офсайда. Лидер же команды Андрей Кобелев был отправлен над Дамасом Голодцом в дубль, и когда вернется оттуда неизвестно. Правда, несмотря на все эти проблемы, «Динамовцы» в субботу смотрелись ничуть не хуже ротором, острых моментов создали не меньше, и весь матч прошел в целом в равной борьбе. Волгоградцы же лучшие возможности склонить чашу весов в свою пользу имели во втором тайме. Сначала вышедший на замену Виталий Абрамов не сумел переиграть Дмитрия Тяпушкина. Вратарь москвичей достал мяч в ближнем углу ворот. А кульминация встречи наступила на 62-й минуте. В штрафную «Динамо» прорвался защитник Андрей Кривов, и москвичи сумели остановить его только с помощью недозволенного приема. Пенальти. Естественно, к мячу подошел Олег Веретенников, но ударил он не лучшим образом. Тяпушкин отбил мяч, и вообще голкипер москвичей весь матч провел блестящим. Во многом его заслуга, что не сумели отличиться лидеры ротора. После нереализованного 11-метрового волжане немного сникли, и уже гости имели стопроцентный шанс добыть три очка, но на удар головой Юрия Ковтына сумел среагировать Платон Захарчук. 0-0. После шестого тура существенных изменений не произошло. Черноморец с пятого места опустился на восьмое. Догнали новороссийцев по очкам, крылья Советов и главный специалист по московским клубам в нынешнем сезоне «Жемчужина». Лидирует по-прежнему «Алания». На два очка отстает «Ротор». По-прежнему нелепо выглядит группа «Московский».